Рассказы о войне бабушки, дедушки и дяди Миши Есения Майорова слушала с большим вниманием, чем самые волшебные сказки. Истории о тяжелом и славном прошлом родных захватывали девочку так, что первые стихи ее были о войне. И сейчас эта тема одна из ключевых в ее творчестве. Я восхищаюсь людьми, которые воевали на войне, потому что это прежде всего люди не только сильные физически, но и душевно. В этих людях очень много страдания, потому что они пережили все страхи, всю войну, и это было очень тяжело для них. Стихотворные строки своему деду посвятил кадет Дмитрий Богданов. Несколько слов о войне, и вот вдохновение нашептало целое стихотворение. Я раньше делал презентацию про войну, и там попались некоторые строки. Я на этих строках основал стиль. Стихотворных авторов опубликовали в книге «Память сердца». По инициативе Общественной палаты Самарской области среди сотрудников силовых структур, их детей и внуков, отыскали авторов, которые пишут о Великой Отечественной. Авторы описывают те события, которые не могли они застать в силу своего молодого возраста. Но при этом они все это помнят. И поэтому данный сборник называется «Память сердца». Чувствуется, что все-таки, ну до сих пор у нас вот те годы боевые, героические, все-таки в сердце горят. Стихи и прозу в Общественную палату продолжают присылать до сих пор. В запасе уже более 360 произведений. А потому работа будет продолжена. В будущем свет увидят еще несколько сборников со стихами самарцев. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Было указано данный аппарат.